К новостям спорта. Десятый междугородний турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Малека Мурсалимова проходит в Петропавловске. В нем участвуют более 150 юношей и девушек из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. О первых поединках узнаете из нашего сюжета. На ковре борцы из Петропавловска. В красном Олжасомар, в синем Айдарбе Мурзин. Оба спортсмена выступают в весовой категории 50 килограммов. За каждый чисто выполненный бросок судьи дают очко. Поединок длится два раунда по две минуты. Можно победить досрочно, если оторваться от соперника на 8 очков. Однако такой гандикап завоевать непросто. Бросок через плечо, спину, проход в ноги. Айдарбе Мурзин выходит в лидеры. Соперник бессилен. На протяжении двух периодов борец в красном так и не смог превзойти своего оппонента. Победа за Айдаром. На турнир по вольной борьбе в Петропавловск съехались борцы из разных стран СНГ. Наш регион представлен сразу 8 командами. Борцы из 7 районов и города Петропавловска. Возраст спортсменов от 13 до 16 лет. Выступать они будут в 11 весовых категориях. Поехали команды из Российской Федерации, из Кыргызстана и из городов нашей республики. Целью этих соревнований является первое – это здоровый образ жизни, подготовка команды нашей сборной команды к спартакяде республиканской. Потому что в прошлом спартакяде наша команда заняла третье общекомандное место. И наши команды внесли вклад в эту общую победу. Некоторые борцы участвуют в этом турнире впервые. А потому победить на соревнованиях такого масштаба для них очень важно. Особенно для представительниц прекрасного пола. Я настроена на победу. Волнительно очень соревноваться в чужой для себя стране. Но это ничего, это все переживают. Десятый международный турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР нашего земляка Малека Мурсалимова продлится два дня. Победители наградят медалями, кубками и ценными подарками. Денис Севков, Арман Жемангузов. Новости МТРК. Новости МТР.